Всем привет! В сегодняшнем видеоролике я вам покажу крутой скрипт для Murder Mystery 2 на автофарм конфет, а также основные функции, то есть SP, Grab Gun, то есть украсть оружие и остальные. Для этого переходим на мой личный сайт, также ссылочка на него как всегда будет в описании. Далее, если у вас нет чита, заходим в Exploit и скачиваем Cheat от GGSploit. У кого-то он работает, у кого-то нет. Я уже видео снимал о том, как его использовать и скачать. Можете посмотреть, я оставлю в подсказках. Также остальные читы, которые есть на сайте, они к сожалению не работают. Wave он платный, так что если у вас есть деньги, в принципе можете купить и использовать, но стоит он очень дорого, так что я не советую. Лучше использовать GGSploit, если он у вас будет работать. Далее, пишем в поиске название режима, сейчас его скопируем. Так, и буду показывать вот первый по счету скрипт, вот этот. Также здесь есть отдельный скрипт, без всяких разных функций на автофарм конфет. В принципе, какой вам больше удобен, тот и используйте. Чтобы получить скрипт, нажимаем кнопочку скачать. Далее еще раз скачать. И вот появляется скрипт. Как видите, все очень просто и легко. Мы его просто копируем. Далее запускаем чит. Так, нажимаю кнопочку старт. Все. Теперь все, что остается, это нужно зайти в игру. Если вы используете GGSploit, то советую заходить в игру через приложение на рабочем столе. Потому что если вы заходите через рабочий стол, через само приложение, то у вас чит будет инжектиться ко всем режимам. А если через браузер заходить, то, скорее всего, не на всех режимах он сможет заинжектиться. Как-то так. Так, ладно, заходим. Ждем сейчас пока загрузится. Вот, как видите, у меня инжект сразу уже произошел. Картинка вот. И написано то, что инжектед. То есть инжект успешно прошел. Отлично. А теперь все, что остается сделать, это стираем, сюда вставляем скрипт и нажимаем кнопочку run. И ждем, пока появится сам скрипт. Пока сюда спрячемся, чтобы меня никто не убил. И сейчас у нас должен появиться скрипт. Вот он появился. Отлично. И давайте сразу покажу, автофарма нет, как работает. То есть мы включаем эту функцию. И меня сразу потихоньку начинает тп-хать конфетам. Хотя даже не потихоньку, я бы сказал, довольно быстро. Прошлый скрипт, который я выкладывал на сайт по автофарму монет. О, смотрите, вместе со мной тоже кто-то фармится. Нифига себе. Но, как я понимаю, сейчас очень много таких людей, кто с помощью скрипта фармит эти конфеты. Вот. Прошлый скрипт, когда выкладывал на конфеты, он тоже работает, но работает вроде как хуже, чем этот. Этот побыстрее, пошустрее и получше работает. Также большой плюс в том, что если вас вдруг убьют, то вы тоже, кстати, сможете фармить эти конфеты. То есть это даже так работает. Вот. В принципе, довольно крутая функция по сбору конфет. И все прекрасно работает. Вот. Так что можете не переживать, когда вас убьют. Я уже почти полностью собрал. Получается максимальное количество монет вроде бы как. Их, если не ошибаюсь, 40 можно собрать. А, или 38. Или я не успеваю собрать больше. Нет, вроде успеваю. А, нет, я не успеваю. Меня, как видите, вот этот игрок переезжает. И он быстрее меня собирает. И я не могу успеть собрать монеты. А вот все, собрал конфеты точнее. Все. Короче, получается 40 конфет. Это максималка. Отлично. И меня убили. И после убийства, естественно, если у вас, допустим, не полностью рюкзак с конфетами заполнился, то у вас автофарм продолжится этих конфет. Так, теперь идем дальше. Следующие функции. Фарм мод, в принципе, вы можете не трогать. Тут без разницы. А вот функция автоматическая. Кража оружия. Если шериф убивает, то оружие падает. Вы сразу его можете подобрать. Энд раунд. Это получается, насколько я знаю, пропустить, скорее всего, раунд. Телепорта, в принципе, тут не обязательно. Плеер чемс. Чемс. Не знаю, как правильно произносится. Это получается у нас. Эспи. Как видите. Также можно эспи включить на оружие. Вот если, допустим, не хотите использовать грабган. Далее. За убийцу тут и за шерифа очень много функций. За убийцу вы, когда играете, вы можете включить килл ауру. То есть вы будете убивать достаточно быстро всех, кто будет у вас находиться на карте. То есть, допустим, на таком расстоянии подбегаете к игроку. И вы уже его убиваете автоматически. Дальше дистанцию можно выбрать. Можно сделать большую. Можно сделать маленькую. Как вам удобно. Потом автокилл аура. Это включаем эту функцию. Это то же самое, как килл аура. То есть одна и та же функция, считайте. Дальше у нас за шерифы это сайлент аим. И автошот мюрлер. То есть, получается, как только на вашем горизонте появляется убийца. И вы играете за шерифа. Либо у вас есть оружие. То вы автоматически попадете в убийцу. В принципе, довольно достаточно прикольные функции. За игрока здесь можно, получается, повысить скорость, повысить прыжок и бесконечный прыжок. Антифлинк. Что-то знакомая функция, но, если честно, я не помню, что она делает. Но, да ладно. Так. Эмоции это фигня. Сервер тоже фигня. И настройки. Ну, настройки это, скорее всего, самого скрипта. Типа, как он тут выглядит. Ладно. В принципе, не суть. Так. Я, получается, мирный. И, как видите, у меня подсвечивается, кто шериф и кто убийца. Окей. Так. Автоматическое поднятие оружия я включил уже. Отлично. Эспина оружия тоже включил. Хайф. Так. Киллауру мне не нужна, потому что я не убийца. Вот Сайлент АИМ можно включить. И автошорт мюрдер. Давайте включим. И, как видите, шериф у нас тоже, получается, играет с читом. Так же, как я. И фармит эти конфеты. Но скрипт у него, мне кажется, хуже работает. Так. За мной бежит убийца. Тихо-тихо. Уходим. Самое главное то, что мы знаем, кто убийца. И можно вот так вот его троллить, кстати. Убегать. То есть, не обязательно даже его убивать. Вы можете просто потроллить. Допустим, вы один на один остаетесь на карте. И просто бегаете от него. То есть, вы знаете его местоположение. И все. Таким образом, можете выиграть раунд. Так. Мне интересно. В итоге. Убийца шерифа убьет или нет? Но, по идее, должен. Да, убил. Оружие упало. И почему-то меня не тпхнуло. Странно. Эм. А почему SP тоже не работает? Вот это плохо, слушайте. Так, ладно. Окей. Проверим другие функции. Это получается Silent Time на убийцу. И также автошот мудр. Да, автошот работает. Чё? Как он меня убил? Эм. Вот сейчас я ничего не понял. То есть, у меня автошот сработал. Но из-за того, что там была стена. Типа, я не попал в убийцу. И в итоге он, получается, выиграл. Ладно. В принципе, тут некоторые функции, как я понял, не работают. Но вы можете использовать другой скрипт для этих дел. То есть, этот скрипт, возможно, не очень работает. Но зато для конфет это довольно хороший скрипт. То есть, по вашему желанию. Там на сайте у меня очень много скриптов для этого режима. Так что, какой вам больше нравится, тот можете использовать. В принципе, мне на этом всё. Кому понравился данный видеоролик, можете поставить лайк. Подписаться на канал. Также не забывайте пользоваться моим сайтом. Ссылка на него, как всегда, будет в описании. А с вами был AceBan. Всем удачи. И пока.